Кто знает, тот знает, кто знает. Сегодня что-то про февральскую революцию, а мы обсудим. Я со своей точки зрения сделаю такое краткое вступительное слово, выскажу пару мыслей, которые, я надеюсь, будут затраткой для дальнейшей эскурсии, а потом, как делают хорошие профессора семинаров, они высказывают какую-то мысль, а потом в следующие уже полтора часа говорят студенты. Там профессор сидит, там за посолом, который родик и служит. И так проходит его рабочий день. Итак, как я понял, наша встреча сегодня посвящена февральской революции. И по поводу февральской революции, по-моему, уже, в общем-то, сказано все, что только можно было рассказать. Я изложу только вот три момента, которые представляются мне интересными, как историку и практикующему края. Значит, первый момент, это, конечно, и более близкий. Мне вопрос, это вопрос коронический. Ирония истории заключается в том, что вообще наш город, Петербург, Петрогатлий и Гранд Питер, он был в свое время заложен именно как контрреволюционный проект. То есть это был объект, который должен был противостоять революция. Почему? Потому что 17-е столетие в России, это была и эпоха перманентной гражданской войны. Мы вспомним, что все это началось с муты, потом идет медный мут, просоленной мут, восстание Расина, Соловецкое сиденье. То есть Россия находится в постоянном состоянии кризиса и гражданской войны. Покровский утверждал, что буржуазная революция, это вопрос дискуссионный. Лев Давыдович Троцкий, как я помню, был с Покровским не согласен в этом вопросе. Но это тема для отдельного семинара. И данный революционный период у нас заканчивается с приходом власти Петра Алексеевича, императора Петра I, который здесь был весьма травмирован всеми этими событиями. Он попал по восстанде Стрельцов, на его глазах его восстанцев кидали на хопьях, прямо на красном столице Московского гребля. Но он понял, что такого больше не должно повториться. И как решением проразума, одним из решений проблемы, он устраивает новую столицу, где он желает быть совершенно независимым от Москвы, с его огромным бунтажным фасадом. В принципе, у Петра в этом отношении были предшественники, прежде всего, французский король солнца Людовик XIV, который также удалился из Парижа с его фронтой, с его бунтующим населением, и устроил себе Версакин с Фременными и... Что они там играли, никто не помнит, в XVIII веке, с Марьяжем. Вот. Петра I пошел по тому же самому пути, то есть он покидает Москву, устраивает перед этим в Москве небольшой террор, отправляя всех стрельцов, кого на плаху, кого на веселицу, и в 1731 году основывает свою столицу, свой парадиз, наш город. Где, в принципе, в дальнейшем, должен сказать, у Петра было большое количество приемников. Если мы вспомним, то столица большинства англо-скохонских стран находится как раз в таких небольших городах, где администрация может их спокойно оправить вне зависимости от народных масс. Столица США находится в Вашингтоне, а теперь не в Нью-Йорке. Столица Австралии находится в Канберре. Столица Карлова, Аттай. Аттай. Ну и как бы Адонал, я думаю, не просто так решил устроить столицу Западной Германии в маленьком провинциальном городе. Так что как раз хотели правители править в удалении от народных масс. Но Петр Алексеевич у нас совершил роковую ошибку, роковую для истории его семьи, поскольку оказалось, что можно, к сожалению, как бы от социальных протестов и от классов общественных классов далеко убежать не удастся. И дальнейшая история династии Адрия Романова стала новой иллюстрацией. На протяжении всего 18-го столетия Петербург становится городом, где у нас они убивают с такой регулярности, как и в московской государстве даже не знали. Уже в 1725 году у нас первый дворцовый пиарь ремонт. На короткое время после этого двор возвращается в Москву, однако после того, как московское дворянство пытается навязать император Ктианьян в некой андикции. Она уезжает из Москвы в Петербург снова и пытается здесь отсидеться, но потом уйдет целая череда дворцовых пиаротов в 1741-го года, в 1742-го года. В 1762 году у нас убивают императора Петра Федоровича, вверху права, приходит к власти Узу Патоша Екатерина, которая потом еще одного монарха убила Иоанна Анатоновича. Говорят большевики, большевики, а ведь у нас возбуду монархов не махало это самое, раздавило это самое, и ничего, стоят в памятнике и прямо перед Александромским театром. Потом у нас убивают Павла Петровича в Михайловском замке. То есть у нас в городе, в принципе, есть определенная эстетическая традиция крови царей, по нашим основным, для вас севрикой. Но это были, прежде всего, конфликты внутри правящей элиты, то есть правящий класс дворянцевого феодала, они пытались таким образом осуществлять контроль над правящей династией. То есть, как сказала известная французская писательница, в России это самодержавие, но оно ограничено не так. И это проявлялось на практике. Проявлялось примерно до 1825 года, когда происходит восстание декабристов, которые, с одной стороны, имеют многочисленные призывы дворцового переворота и своей традицией восходят к дворцовым переворотам. То есть, без того, я зря общался с Паниным, участником, организатором свержения Павла Первого. А с другой стороны, имеют уже элементы раннобуржуазной революции и очень напоминают аналогичные военные заговоры, которые в то время происходили в Латинской Америке, в Испании, в Италии. И вот есть такой популярный дискуссионный вопрос, что было бы, если победили гадрость. Ну, мы можем посмотреть, скажем, на Испанию или на Латинскую Америку, их историю в 19-м столетии. Вот, скорее всего, те же самые процессы происходили и в России. Ну, а в остальном декабрисов постигло неудачу. Петербург еще полвека продолжал оставаться военной столицей, резиденция императора, где 40% населения составляли гвардии, моряки и отставные военные, а остальное население – это был двор, какие-то немцы-ремесленники, которые обслуживали нужную двор, и немногочисленная интеллигенция, которая также должна была своим присутствием придавать блеск к престолу. Но все не денется после отмены крепостного права. И как только отменяется крепостное право, начинается процесс урбанизации. В Петербург устремляется, с одной стороны, огромное количество крестьян, которые стремились на заработки, им нужно было платить выпутные платежи. С другой стороны, в город направляется дворянство, население Петербурга за вторую половину 19 века вырастает на полмиллиона человек. То есть, если на конец царствования Николая Первого составляло 500 тысяч человек, то к началу 20 века оно доходит до 1 миллиона 200 тысяч человек. И к тому периоду, к началу 20 века, в Петербурге уже вызывает рабочий класс. Причем рабочий класс совершенно уникальный. Это рабочий класс очень молодой, то есть средний остров петербургского рабочего до 30 лет. Очень радикальный, поскольку он видит контраст. Соответственно, вот представительный Санкт-Петербург, вот эти вот районы, где мы сейчас находимся, вторая сторона, которая была застроена буквально в первой четверти 20 века после постройки Троицкого моста со сушенными квартирами, домами в стиле модерна по пяти комнатам. А с другой стороны, это городские окраины, это вот Выборгская сторона, это, как бы, за Нарвской заставой, за Уборгской обороной, где люди жили в средневековых условиях практически в избах. И, кроме того, как бы нужды промышленности, нужды российской, прежде всего, военной промышленности, потому что Россия позиционировала себя как военная держава, и России требовалось развивать экономику промышленности именно для того, чтобы оставаться ведеущей военной державой, то есть промышленность была прежде всего ВПК, она требовала грамотных кадров, и, так скажем, среднеобразовательный уровень рабочего, он был, в принципе, гораздо выше, чем среднестатистический пост. То есть, по-моему, до 60% рабочих в Петрограде умели читать и писать, что это, конечно, было, как я понимаю, среди мужского населения, грамотности ФАО в России на тот момент достигало около 15%, не больше, а это был достаточно высокий. Но, как бы, численность, естественно, менялась. И, естественно, эти люди чувствовали свое ущемленное положение. Добавим, что Петроград в Петрограде также был информациональным. То есть, как сегодня миллионы людей перемещаются по всему миру в Польском зале, в Петербурге. Такие же процессы у нас присутствуют и в начале, со трой половины 19 века. То есть, Петербург – это город мигрантов. Но мигранты тогда были в основном не из Средней Азии, как сегодня, а, прежде всего, из соседних регионов. Это Финляндия, Эстония, Латвия, Вологодская область. То есть, как бы, рабы очень в Петербурге, скажем, на Финляндской железной дороге работали практически одни финны. Было много рабочих немцев, было много рабочих латышей. Тоже, кстати, люди достаточно образованных и которые понимали, что их статус, он не соответствует их уровню образования. И в конечном итоге это приводит к череде революционных взрывов. Первый революционный взрыв – это революция 1905 года. Второй революционный взрыв – это революция 1917 года. Прежде всего, во-первых, я склонен рассматривать русскую революцию как один процесс. То есть, революция начинается в феврале 1917 года и она продолжается примерно до 1921 года. То есть, это на протяжении нескольких лет, пока формируется советская власть. И Октябрьская революция – это лишь один из элементов большой русской революции. Различные конспирологи, прежде всего, от власти, они пытаются объяснить революцию каким-то заговором. Вот сидели либералы, прилили триги, естественно, на кровавые деньги кровал кайзера, а потом вышли в великую тысячелетнюю монархию, которая вот-вот должна была победить Первую мировую войну. Сверли одним щелчком. Ну, естественно, никаких серьезных доказательств связей между какой-то великокняжеской фронтой или генеральской фронтой революции. И рабочие, которые 8 марта, по старому стилю, вышли на амансации Петрога, не удалось. То есть, суп был отдельно, мухи были отдельно. Ну, с моей точки зрения, февральская революция, революция была неизбежна, потому что мы видели генеральную революцию этой революции. Она произошла в июле 1914 года. Если кто-то смотрел старый советский фильм, старую советскую трилогию про Максима, вот там есть второй фильм, который называется «Выборская сторона». И там как раз нашли свое отражение события всеобщей забастовки в июле 1914 года. Когда забастовало более 200 тысяч рабочих, они взяли в осаду полицейских участки, построили баррикады. То есть, события развивались абсолютно точно так же, как они развивались в феврале 1917 года один к одному. Но против революции в тот момент сыграл субъективный фактор. В власти была, во-первых, более стабильна, то есть отборные гвардейские участки находились в городе. Затем было лето. То есть, если в феврале 1917 года рабочие смогли пройти в церковь города и распространить эволюцию на все его районы, то в 1914 году власти смогли развести мосты и заливать восставшие кварталы, а потом на выборскую сторону бросили 1-ю гвардейскую дивизию, которая подопила выступления в Крэпе. Ну а после этого сразу же начинается Первая мировая война. То есть, в отличие, как говорили в советское время, буржуазных историков, которые утверждали, что русская революция стала результатом Первой мировой войны, моя точка зрения заключается в том, что Первая мировая война, она только отстала срочего февральского революса, который так или иначе был реализм. Затем еще один важный момент. Я хотел бы сказать, что февральская революция, как и и русская революция, это была частью общей мирового процесса. То есть, печальная новость для правящего класса беда от нами приходит. В принципе, эпоха, о которой мы говорим, это эпоха глобальной гражданской войны, семейной гражданской войны. Датировка этого периода достаточно проблематична, но мы можем уже видеть, что Первая революция – это русская революция 5-го года, потом происходит революция в Турции, по-молодой тюркской революции, потом происходит революция в Иране, происходит революция в Мексике, революция в Китае, это вот где-то в 1919 году, если я не ошибаюсь. И одновременно с Революцией начинается волнение практически по всему земному шару. От Японии, где происходит революция в Монте, ну, уже чуть позже в 2019 году, до выступления в Египте, выступления в Аргентине, в Латинской Америке, даже в этот период проходит единственная история Канады – всеобщая забастовка. то есть революционный процесс, он был действительно глобален, был всемирен, и после революции, как я сказал, были одним из эпизодов этого всемирного процесса, и были причины, которые были, конечно, противоречия, открывшиеся в капиталистическом обществе того уровня. Затем, третий момент, на который я хотел бы обратить внимание в своем вступительном слове, это тот факт, что февральская революция была только первым эпизодом русской революции, потому что потом проходит следующий эпизод – это октябрьская революция. И давайте ответим на вопрос, почему одни революции имеют несколько этапов, а другие на первом этапе заканчиваются. То есть вот недавно, в 2014 году, у нас были события на Украине, очень часто можно было услышать от различных товарищей в интернете, что революция – это только начало. А вот потом будет второй Майдан, будет третий Майдан, и вот потом уже будет республика автономных мобильных Майданов с фантастической свободой и демократией. Но надо понимать, почему происходит следующий этап – это потому, что не решены все противоречия обществе. То есть февральская революция была, прежде всего, буржуазной революцией, и она ликвидировала абсолютную монарху. Но самое смешное, что даже она не решила все задачи буржуазной революции. Так скажем, земельную реформу она не провела. Однако в России уже на тот момент существовало сильное рабочее движение, и пролетарь не был классом в себе, каким он является, например, сегодня на постсовестном пространстве. Он был классом для себя, он себя осознавал как класс. Он был организован, то есть существовали рабочие партии. И этот пролетариат мог выступить и заявить о своих революциях, что и произошло во время второго этапа русской революции, революции 1917 года. Естественно, в каких-то других революциях мы не можем видеть организованного пролетариата, который мог о себе заявить или каких-то других социальных групп. Например, во Французской революции была мелкая буржуазия, которая поддерживала якопинцев, поэтому во Французской революции тоже было несколько этапов. А другие революции останавливаются на стадии буржуазной революции и не идут дальше. Революция в России пошла гораздо лучше. И именно это определило ее, как говорили в советское время, семейно-историческое значение. Ну а по своему влиянию на мировую историю, безусловно, русская революция и, прежде всего, революция большевиков – это одно из центральных событий мировой истории. Тут, я думаю, трудно найти возражение на этот тезис, потому что изменения, которые за ней последовали, и сравним только с изменениями, которые последовали после Французской революции. Вот таково было мое краткое вступительное слово.